В двух километрах от деревни Григорково городского поселения Деденева находится опаснейшее место Подмосковья – полигон ТБО «Дмитровский». В январе 2015 года он под давлением общественности был закрыт, так как уже давно выработал свой ресурс. Последние годы государственное предприятие «Экотехпром» с грубейшими нарушениями эксплуатировало полигон. Не работали системы безопасности очистки, фильтрат попадал напрямую в грунт источные канавы. У жителей близлежащих деревень СНТ участились хронические и онкологические заболевания дыхательных путей. Больше всех страдают жители деревень Дьяково и Григорково, так как находятся в непосредственной близости от полигона. Запах, если ветер оттуда, невыносимый. Особенно это, когда туман ощущается и когда мороз. Вот зимой мороз есть небольшой, запах вообще отпадный. Григорковская плотина всегда была популярна у любителей рыбалки и купания. Чистая вода привлекала цапель и уток. Но с 2013 года вода в плотине стала чернеть, а еще появился устойчивый и тошнотворный запах. Вся местная живность вмиг исчезла. Местные жители решили спустить плотину и вся эта чернота ушла в речку Икшанку, а оттуда в канал имени Москвы. Среди лета начала портиться вода. Мы стали ругать одну женщину. У нее было много гусей, уток. Вроде ваши. А в итоге вышли к тому, что это все оттуда. И мы потом нашли, где ручей течет со свалки к нам. Впадает, вон там есть болот оно такое. Болот. И с этого болота у нас питалась вся плотина. Идем на окраину деревни. Здесь видим источник экологической катастрофы. Из трубы черная вода стекает с полигона Дмитровский и убивает все на своем пути. Это лишний раз доказывает, что на Икшанской свалке уже давно не работают системы очистки. Решение о закрытии полигона принималось с условием немедленной рекультивации. Однако, как нам стало известно из официальных источников Дмитровской администрации, в департаменте Москвы и в правительстве Московской области, проект рекультивации полигона даже не обсуждался. Более того, у мэра Москвы Собянина есть идея под прикрытием рекультивации дозагрузить свалку еще на 3-5 лет и построить на ее территории мусороперерабатывающий завод. Мы получили достоверную информацию, что Москва планирует в четвертом квартале средства на дополнительную рекультивацию и дополнительный прием мусора и строительство мусороперерабатывающего завода. Еще раз подчеркиваю, этот митинг, он не протестный. Этот митинг в поддержку позиции людей, проживающих на этой территории, в поддержку позиции нашего губернатора и нашего главы о недопущении строительства данного мусороперерабатывающего и мусоросжигающего завода. По ночам жители деревни Григорково наблюдают в бинокле интенсивные работы на полигоне, слышат шум машин. Многие видели в ночное время вереницы мусоровозов, следующих в сторону полигона. Получается, что руководство Экотехпром по-прежнему эксплуатирует объект, начихав на запреты и распоряжение министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского. 30 мая в поселении состоялся митинг, который организовали партия «Альянс зеленых» и общественная организация за экологию Московской области. В прошлой осенью мы собирали в поддержку закрытия полигона подписи граждан Минского района. Мы собрали почти 15 тысяч подписей. Эти подписи были доведены до президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Президент нас услышал. Президент принял единственное, на наш взгляд, правильное решение – полигон закрыть. И полигон с 1 января официально закрыт. Сегодня мы рассчитываем в этом вопросе на поддержку и президента. И мы объявляем старт сбора подписей против размещения данного завода на территории Минского района, конкретно ТБО «Викша». Сегодня немногочисленные жители деревни Григорково безучастно наблюдают, как их райский уголок превращается в ад. Экологическая катастрофа вынуждает некоторых продавать свои дома и переезжать в более безопасные места. Ну а те, кто посмелее, наоборот, строятся, сажают сирень и надеются, что природа рано или поздно победит зло человеческих рук.